Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо! Сегодня я снимаю репортаж в Кцаливке, музей в Кцаливке. Это российский университет спорта, где в рамках 85-летия самбо создана специальная экспозиция. И руководитель музея Кцаливка Елена Ивановна Сидорова расскажет нам об экспозиции, посвященной 85-летию самбо. И давайте мы пойдем послушаем об этой экспозиции. Наш вуз можно назвать колыбелью самбо, потому что именно в стенах нашего института зародились основы этого нового отечественного вида спорта. Появилась и терминология, были разработаны правила соревнований, и даже самбо, костюм самбиста. И из стен нашего института вышло большинство специалистов системы рукопашного боя и спортивной борьбы самбо, с именами которых связан этот вид спорта. На этой выставке мы представили в основном подлинники. Все, что как раз подтверждает о том, что именно Кцаливк явился колыбелью родины создания отечественного вида спорта. Вот на этой фотографии, это тоже ходильная фотография выпуска 1935 года. В верхнем ряду мы как раз видим преподавателей, в их числе Василий Сергеевич Ащевков. Вот он четвертый. К нам в институт. Он пришел в 1931 году. Как предполагает один из исследователей, ему была поручена разработка систем ГТО второй степени. Все, что касается именно рукопашного боя. Поэтому он занялся как раз разработкой нормативов второй ступени ГТО по самбо. В этом сборнике учебных материалов 1932 года как раз и есть статья, практика физических упражнений, в которой Василий Сергеевич Ащевков излагает основные, дает правила соревнований, приемы. И фактически вот это учебное пособие на долгие годы явилось единственным таким руководством по ведению. Тогда это называлось дзюдо по системе КЦИВК или дзюдо школы КЦИВК, школы Ащевкова. Очень уникальные, я бы даже сказала, вот эти два диплома. Вот они опять-таки подтверждают нашу истину, что в нашем институте проводились и показательные выступления, и соревнования. Вот этот диплом 1933 года – это вузовские соревнования, фактически первые в Москве соревнования по дзюдо. Это диплом Гутова, вот его фотография в легчайшем весе. И диплом, обратите внимание, дипломы все какие. Это ручная работа, можно сказать. Это сделаны вручную, не печатали, поскольку тогда еще было в зачаточном состоянии все это печать советского, советских дипломов. Подпись Черняка, Ощепкова, диплом акции. Небольшую выставку фотографий. Вот на этой фотографии кафедры защиты и нападения во главе с заведующим кафедрой Владимир Александрович Иванов, четырехкратный чемпион в классической борьбе. Именно на эту кафедру пришел работать и был зачислен в штат Василий Сергеевич Ащевков. Это кадры из постановочного, такого, популяризаторского фильма «Диудо. Системик. Цивк». В центре мы видим, в катании, это Василий Сергеевич Ащевков. А вокруг него собрались наши студенты. Это вот первая группа студентов, которая изучала «Диудо», когда она так называлась. Слева от него Николай Голковский, справа Васильев, тот, который будет в Ленинграде продолжать дело своего учителя. А вот эту уникальную фотографию нам удалось отыскать совсем недавно. Это из альбома выпускников 1932 года, которое было передано ректору Фрумину Семену Михайловичу. На этой фотографии показательные выступления студентов нашего института 1932 года. То есть уже в то время основная методика, приемы были уже разработаны Василию Сергеевичу Ащевкову. Вскоре и его ученики стали преподавателями. Вот на этой фотографии один из его первых учеников и первый аспирант Николай Голковский. А здесь мы видим тоже очень легендарнейших самбистов. Это Анатолий Харлампиев, его ученик, который пришел к нему в 1933 году, это третий групп выпуск. И Борис Сагателян. Вот на этой фотографии мы видим Харлампиева и Сагателяна. И обратите внимание, вот еще, что наши студентки, девушки занимались то же самое. В 1932 году был создан военный факультет. На этом факультете также Василий Сергеевич преподавал самбо. Тогда это называлось Диудо по системе в ЦИФК. Высшая школа тренеров. Также Василий Сергеевич преподавал и на этих курсах, в этой школе. Это уже продолжатели. То есть у учеников Василия Сергеевича тоже появились ученики. И вот в данном случае Евгений Михайлович Чумаков, его тренер Анатолий Харлампиев. Евгений Михайлович Чумаков четырехкратный чемпион СССР. Он еще до войны завоевал, выиграл первенство по самбо. В годы Великой Отечественной войны он был сам инструктором. И во время боя был перебит нерв одной руки. Позже второе ранение и вновь очень неудачно вторая рука была ранена. И в конце он смог восстановиться, вернуться в спорт и стать победителем чемпионата мира. На этой фотографии ветераны. Тогда эта кафедра называлась кафедра борьбы и тяжелой атлетики. Это уже современное время, немножечко приход. Книга Анатолия Харлампиева «Борьба с самбо». Вокруг него сразу же сформировалась очень талантливая молодежь, которая стала называть себя Харлампиевцевой. Много изданий выдержала книга Евгения Михайловича Чумакова «Сто уроков самбо». Вот эта книга – это подарок уже ученика Евгения Михайловича, Сергея Евгеньевича Табакова. Он занимался переизданием. Это вот такая вещь, как в памяти своем учителе. Вот на этой фотографии Евгений Михайлович проводит тренировочные занятия со студентами. Это его документы. А вот в соседней рядышком фотографии, первой с краешку, как раз Сергей Евгеньевич Табаков. Еще молодой, в составе «Скиф», также он тренировался. За заслуги в развитии самбо наш институт, ныне это Российский университет спорта КЦОЛИВ, награжден орденом за большой вклад в развитие самбо. Награждается Всероссийская Федерация самбо, наградил вот таким орденом за заслуги. У Сергея Евгеньевича есть небольшая коллекция знаков. Но вот здесь мы представили пока две такие монетки с изображением самбо. Это из его коллекции. И последнее приобретение музея нашего, метро, выпустил такой памятный билет, тройку, 85 лет самбо. И заказали еще филателе, я знаю, тоже они выпустили, отметили юбилей самбо. Подлинная афиша, лично командная первенца Советского Союза по борьбе самбо, тогда она уже называла самбо, это 49-й год. И вот хочу обратить особое внимание книга Алексея Михайловича Горбулёва «История становления самбо». В конечном счете, мне кажется, благодаря в большей степени усилиям Алексея Михайловича «Историческая справедливость» в деле именно восстановления подлинной истории самбо, в настоящий момент она нашла своего исследователя, восстановленную эту историю. Ну и, конечно же, я прошелся по музею, чтобы представить вам вкратце все экспонаты, которые собраны в Кцаливке. Здесь собраны исторические фотографии педагогов, спортсменов, студентов, все, кто с самого начала основания Института физкультуры работали, учились в этом спортивном институте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А это экспозиция кабинета первого ректора Института физкультуры. Музей Кцалив, конечно же, достаточно большой, экспозиция не только на первом этаже института, но и на центральном этаже. Продолжение следует...